Третья дубль. Да, кошмар. Нормально. Прости. Серьезный вид? Да, да, точно. Северная Корея. Всем привет, народ. Вы на канале по кошмаре. Сегодня у меня в гостях прекрасная Юлия, которая пригласила меня в ресторан. Кинянский ресторан Корео. Ресторан корейской кухни. Ресторан Корео, ресторан со странным названием. И вообще странный в принципе ресторан, что ресторан северокорейской кухни, потому что это Кинян. Это Северная Корея. Находится у нас здесь в центре Москвы. И, о боже, что там можно попробовать вообще? Там можно попробовать кимчи, можно попробовать такпоки. Там есть холодная лапша. Вот все, что она сейчас говорит, и я в этом вообще не разбираюсь. Я буду только пробовать, а она отвечать вот за объяснение того, что там будет происходить. Очень спасибо тебе, что позвала. Это место действительно интересное. Пойдем попробуем. Кстати, да, Юля будущий у нас кондитер. Ну, вообще, Юля учится на, ты учишься на журналиста. Журналиста. Она решила не становиться журналистом. Молодец, Юля. Ну, при всем уважении к журналистике, конечно же. Юля хочет стать поваром и кондитером, поэтому... Инстаграм Юли будет, как всегда, в описании. Ну, не в смысле, всегда Инстаграм Юли в описании, а всех моих гостей Инстаграм в описании, поэтому тоже подписывайтесь на нее и следите, как Юля станет кондитером. За моими продвижениями. А мы пойдем пум-пум-по это твое пробовать. Пойдем. Музыка. 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 Здравствуйте. Острый кимчи по пхеньянски. Ну, тогда маленькую, да? Клецки просто по-пхеньянски. Холодная лапша по-пхеньянски на латунном блюдце. На сладкое рисовые клецки с начинкой. Давай-давай, китри. Две штучки. Жареные баклажаны. Теперь я добавил от себя. Жареная свинина в соевом соусе. Баранина на гриле есть? Ой, баранина вот жареная, да? На кицы, да? Да, и баранина снизу. О, вот эта, баранина на гриле. И что-нибудь куриное? Курица есть? Чесночная? Вот эта. А попить чай есть? Чай есть. Зеленый чай есть? Да есть. И что ты еще? Компоты говорила? Морс ягодный. Морс ягодный один литр. Морс ягодный один литр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Есть такие ощущения. Я хочу такое приготовить дома. Это же просто. Это же просто. Единственное, что соус. Ну, соус можно хоть шерерачий добавить. Да, что-нибудь острое. Аджики, как они добавили, например, вот в ту холодную лапшу. В общем, плов прям действительно одобрям сейчас. Цену обсудим. Знаешь, я бы холодненького морса сейчас глотнула. Давай, ты можешь пока я ищу цену, я бы от тебя позаботился, конечно. Ну, тебе придется подождать. Вот оно. 420 рублей, 450 граммов еды. 450 граммов еды. Ой, я слышу, как идет что-то шипящее. Баранина. Так, как бы нам. Мы не успеваем. Как вы так быстро готовите? Класс. Ну, сейчас-то слышно, я не знаю. Слышно, когда баранина шкорчит. И куча свежей кинзы. Причем кинза такая вот. У меня в Перекрестке, а Перекрестке хороший магазин для меня. Продается все время там половина жухлой кинзы. А у них она, смотри, вся прям свежая. Да, прям выбирали. Что касается плова, за 420 рублей, 450 граммов блюда, я считаю, это круто. Я говорила. Ну, я тебе честно скажу, плов мне понравился, прям действительно, прям на 4 с плюсом. Но вот лапша мне понравилась просто своей свежестью, но вкуса там нет восторга от вкуса. А соевый соус же говорили добавить, если что, кстати. Ну, он не разрулит. Думаешь? А, кстати, вот они унесли соевый соус, я бы его попробовал. Какой он унес. А можно попросить? Они унесли. Попросим в следующий раз, только на отмене. Кстати, вот сейчас морсик. Глотни, хорошо холодный морсик. Что-то душевное? После остроты, после остроты, хорошо холодный морсик. Морс шняга вообще. Потому что я видела, откуда этот морс. Это морс из пакетов «Моя семья». А, вот этот вот типа чудо. То есть даже не чудо морс. Да, не чудо «Моя семья». Шняга, ребята. Вот я буквально у меня в сторис, как раз недавно я морс готовил. А, нет, я компот готовил. Сегодня я буду готовить морс. Вот я им выложу, надо им ссылку скинуть. Блин, морс готовить. Ну, морс-то... А вот сколько стоит морс? Вот это за шквар, кстати. Вот я помню, тогда мы тоже с родителями брали этот морс. Я думала, будет домашний, свой наваристый. А потом смотрю, как девушка просто открывает пакет и переливает вот в эти вот графинчики. Не, ну, слушай, ты ей 320 рублей за это беру, за литр. 320 за литр? 320 рублей за литр. Морса, моя семья, который по акции в пятерочке где-нибудь рублей 60 на это стоит. Да господи, тут Ашан через дорогу. Да, через Ашан. И кимчи, и все. Может быть, кимчи тоже из Ашана? Нет, ну кимчи как будто свой. Да ладно, свой. Что там ее делать? Ну, в общем, все. К этому мы ставим определенный лайк, вопросов нет и подача клевая. Ну, подача, конечно, там эффектная. Лапша как-то все помешала, то добавила, все добавила. Это да. Такая лапшичная церемония. Шкварчание. Да, давай, слушай, мы действительно не будем далеко ходить. Прям вот эту баранину возьмем сейчас и ее... Прям запах кинзы. Запах кинзы, конечно, да, выдающийся. Чеснок, смотри, болгарский перец, лук. Прям в таком соусе. И очень мягкие куски баранины. Блюдо дорогое, то есть оно стоит 545 рублей. Ты посмотри, какое мягкое, разваливающееся просто мясо на куски. Перчик. Давай попробуем. Пахнет действительно очень вкусно. Ну что, приятного аппетита нам? Приятного. Наконец-то еда пошла. Ого, ого. Чего тебе? Лапша из баранины? Да. Да. Хорошо приготовили. Мягко жуется прям вообще. Очень мягко. Оно причем в крахмале, я не знаю как. Это, видимо, фишка корейской кухни, типа в крахмале обжаривать. А баранина в крахмале? Да. Классно. В общем, это вкусно. Угу. Это вкусно, такое очень сладенькое баранина. Лучок тут снизу оказывается. Попробуй. Прям такой пожаренный, знаешь, сладенький тоже лук. В общем, вкусно. Ну, то есть, как по факту, это очень отличается от всяких кисло-сладких историй китайских, но блюдо само по себе очень вкусное. Вот по соли и по специям, какое-то такое... Гармоничное. Гармоничное. Гармоничное, вот. Кинза чисто номинальное, то есть, во вкусе баранины, как таковой, вот если взять кусок баранины, а мне просто понравилась действительно баранина, поэтому я буду делать вид, что я что-то рассказываю, я просто ем. То есть, если взять баранину, в ней нет вкуса кинзы. Да. То есть, кинза это такая, типа, как привкус такой, берешь, заем. Вместе надо вот. Вот так вот, типа. Ну, как раз вся тайна на этом и держится, то, что кинзой сверху в конце посыпается. Ну, было бы странно, если бы они кинзу убили бы внутри жареного мяса, она бы в слюни превратилась. Да. Я пятерку поставлю, прям офигенно, вкусно, действительно. То есть, пожалуй, вот из того, что мы пробовали, вот это мне больше всего пока понравилось. Ну, это пока, это только третье блюдо. Да, у нас еще клетки, легендарные какие-то. Ты-то как из баранины. Я понял, ну, ты в восторге от всего, короче. Ты у нас сегодня добрый полицейский. А ты двой, да? Не, ну, хотя ты со мной согласна, что морс, моя семья, это очень няго. Морс, да. Но это вот единственное. Единственный косяк, да? Так, ну, что у нас еще? Давай, давай вот курицу, смотри, курица чесночная. Да, давай. Она выглядит клево. Сколько стоил-то, я забыл, блин, сейчас опять. 460, да? 460 за 200 грамм. 460 за 200 грамм. Ну, по ощущениям, тут больше, чем 200 граммов, на самом деле. Да, я соглашусь. Наверное, граммов 300 точно есть еды. И лук, лук, лук. Вот чесночок увидела. А вот чеснок. Хоть как-то оправдаем название. Жаленый чеснок еще один, второй. Ой, а тут его много, вот-вот. Ну, запах чеснока от него идет такой характерный. Курица, опять-таки, она явно в крахмале тоже, да, обжаривалась. И это куриная грудка, судя по всему. Мягко. Вау, я поймал, видал? Ниндзя, блин. Кунфу-панда. Кунфу-панда. Я хочу с чесночком прям взять. Я не могу понять, что за часть курицы. Вроде бы грудка, но вроде бы не сухая. Она очень мягкая. Да. Это явно грудка все-таки, да, куриная? Да. Но она слишком нежная. Ну, вот прям... Удивительная консистенция. Я, пожалуй, первый раз такую ем. Угу. Нет ощущения волокон. Да. То есть она как будто как единый комочек. Так раз и разошлась у тебя. Как будто ее очистили вот от этих вот вещей. Ну, опять-таки, вот, равно как и с лапшой, мне тут впечатляет не столько вкус, сколько и необычность консистенции. Угу. Тут я соглашусь. Хоть я и добрый полицейский, но тут я соглашусь. Ну, вкус, он такой довольно прозаичный. Простоватый. Простоватый. Но то, как жуется, это необычно. Да. Удивительно. Может, это крахмал делает, такие вещи? Я не знаю, как объяснить. Но по факту это блюдо я бы тоже съел. С удовольствием. Лук класс. А у них есть доставка, кстати? Доставки нет, к сожалению. А, блин, вот они зря. Вот здесь брать с чесночком вообще от души. Хорошо пошло. И чесночок хорошо пошел. Осталось нам теперь это все испортить дыринным морсом. Моя семья. Ну что, давай подытоживать. Вкус такой обычный, но жуется хорошо. Классно, необычно. Да, в целом вкусно. Вкусно, есть можно. Вопросов нет. Ну, знаешь, четыре с минусом, наверное. Пожалуй, прям соглашусь. Наравне с... Блин, да нет, не наравне. Наверное, здесь мясо как может быть наравне с лапшой? Мясо всегда лучше. Хоть и куриное. Ну, лапша у нас где-то на троечку. Да, на три с плюсом, наверное, так типа. Ну что, довольно вкусно. Ну, вкусы не такие яркие, как все-таки вот в китайском ресторане в целом. То есть, ты была в китайском хорошем ресторане? Тебе надо попробовать. Там, вот, я так и думал, честно говоря, когда я посмотрел меню, что у меня будет вот итог такой по-корейскому ресторану. Мы еще, конечно, допробуем все. Что в китайской кухне она, я опять-таки не разбираюсь, но по моим ощущениям, что она более такая яркая прям. Знаешь, ну, то есть там прям уксуса много, сладкого много, соленого много и вот эти прям яркие вещи. Вот эти вот вкусовые рецепторы все. А тут она такая более нейтральная, то есть, чтобы вот всем подошло. Поняла, спокойная. Блин, вот она слова подбирает, гармоничная, спокойная, совершенно верно. Вот какие ощущения. А это мое любимое. Так, теперь это любимое. Это клетки, которые называются... Токпоки. Ну ладно, токпоки. Токпоки это просто клетки. Из рисовой муки. В остром соусе? Да. И самое интересное, то, что сами эти рисовые клетки сладкие. Но этот соус, ну, вот этот острый, это... Ну, это типа кимчи, да? Да, вкусов прям вообще... Нет, это острее было. Когда я ела в последний раз, это было острее. Ну, я имею в виду соус такой же. А, соус, возможно, возможно. Просто там было немного его. Меня теперь пугает это блюдо. Давай посмотрим поближе. Эти клетки. Ну, это типа, слушай, получается типа паста такая, да, своеобразная, корейская. Корейская паста, толстые клетки, из рисовой муки. С перчиком. Вот этот соус, он, конечно, сейчас должен впечатлить, да, по идее? Ну, мне было островато, да. Вкусовщина, конечно. Но я не хочу обижать Юлю. Я готова, моя сердечка готова. Даже морс моя семья. Вкуснее токпока в твоих. Не, мне вообще очень нравится. Нет, ну, я и говорю, что это дело вкуса. Но мне вот не нравится консистенция. И не нравится вот этот как раз соус. Он какой-то такой очень папричный. Я прям чувствую, как будто у меня паприка на зубах скрипит. Ну, молотая. Кстати, честно говоря, раньше было острее. Ну, и, кстати, насчет остроты, вот ты меня пугала. Он очень, как ты сказала, бережный. Теперь я придумаю слова. Раньше реально было острее. Я вдохнуть не могла. Да? Угу. Черт его, европейцы ходят тут. Жалуются. Жалуются, и уже повара привыкли делать меню остро. Я свое мнение говорю. Извини, я выскажусь. В общем, если вы не любите, вот представьте, вареное просто. Сырое тесто. Сырое тесто. Вареное, полусырое тесто, обваленное в паприке и залито все это может быть. Я не знаю, ты же корень как объяснишь, чем залито. Каким-то соусом непонятным. Я не могу объяснить этот вкус. Мне не понравилось. Мне консистенция больше не понравилась. Вкус нормальный, то есть вот этот соус вкусный, а консистенция самих вот этой лапши, их мне не очень понравилась. Я имею право в свое мнение, понятно. Ну, это понятное дело. Ну, так вот, я скажу. Давай. Мне это блюдо очень нравится. Но, правда, было оно раньше вкуснее, чем сейчас. Сейчас, я говорю, я даже остроты особо такой не ощущаю. Как было до. Было вкуснее из-за остроты, потому что как бы просто вот я ела когда-то вот эти рисовые клетки, они были ни о чем без соуса. Без соуса вообще. Они ни о чем без соуса. Ну, и сейчас соус как-то тоже сделали потише, что ли, его. Очень-очень потише сделали. Такой типа вообще в угол забили его. И сказали не отсвечивать. Ну, Юль, без обид. Да-да-да, я понимаю. Мы же без обид, да? Конечно-конечно. Стоит 360 рублей. Опять-таки 200 граммов, но явно больше. Больше. Порцию больше кладут. Корейский рисовый клетки, репчатый лук, болгарский перец. Вот если бы вот остального, что там описано, было бы побольше, было бы прикольно. Вот если с болгарским перчиком там взять, допустим, да, клетку, болгарский перец, то это вполне зайдет. Но на любителя, ребят. Ну, я не разбираюсь в корейской кухне. Вот и все. Давай на это спешим. Кстати, такпоки в Корее, это как наш стритфуд, в общем. У нас продается шаурма, а у них продается такпоки. Я теперь понимаю, почему они приехали из Пхеньяна сюда. Здесь хавчика интереснее, больше гораздо. Поком от меня 2, а от тебя 5. 4, 4. Раньше было 5. Среднее 3, то есть удовлетворительно, ну, а ее радует, я не знаю, как это объяснить. Есть можно, попробовать можно. И там поймешь, пойдет не пойдет. Да блин, я, честно говоря, даже не стал бы пробовать. То есть 360 рублей, ну, лучше мясо взять, вот реально. Доплатить бараниной взять. Доплатить, вон, той же лапши взять. Здесь просто непонятно, от чего вот эмоция. Пусток? Эмоция, да. Сама не знаю. Народ, в общем, если вы хотите тоже как-то посниматься со мной, сразу говорю, не надо на меня обижаться. Наше мнение может не совпадать, правильно? Ну, это естественно. Да, именно поэтому в этом и интерес этой рубрики, что мнение может не совпадать. Вот и все. Люди разные, вкусы разные. Да, ну, вот, кстати, мне легче сказать, что мне чуть меньше нравится, чем, например, тебе, ну, или кто меня позвал куда-то, да, чем человеку. Вот я заметил, что если я говорю, о, вкусно, человек стесняется сказать, что невкусно. Почему-то. Поэтому, если сейчас окажется наоборот, ты не стесняйся. Я не стесняюсь. Если я скажу, вау, как круто, ты скажи, да, х**. Я вообще не знаю, с тобой так просто. Можно спокойно говорить. Все, что думаешь. Я человек, у меня есть рот. Обалдеть. И это вот волнение до этого, которое было, оно пьетч. Да? Вот это свинина, ребята. Она у них просто в соевом соусе, но они нам пошли навстречу и сказали, что они сделают нам в кисло-сладком не вопрос вообще. Обычно в китайском ресторане в каком-нибудь седом подается еще с ананасом, там, допустим. И это вообще, конечно, яркость вкусов, она необычная. Выглядит ровно, как в ресторане Лусан, например, где мы были или заказывали в Дракон Азии доставки. Выглядит примерно так же. Давай попробуем. Ремарочка небольшая. А давай, ну-ка, ремарки. А вот ты посмотри на этот соус и посмотри на соус такпоки. Они одинаковые. Одинаковые. Нет, ну тут то же самое. Та же самая паприка для цвета. Паприка, да. Но единственное, что, вот смотри, он отличается. То есть, смотри, видишь, не отличается. Неа, я тебе говорю. Одинаковый соус реально. Вот тут вот, посмотрите, вот это вот. Да, 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 такой же прям, один в один. Ты посмотри. Но вот если кисло-сладкий он будет, то это будет хорошо. Сейчас проверим. А, нет, что-то сладости сделали. Не пойму, что-то. Мне не зашло. Вообще нет. Может, мы зря просили сделать кисло-сладкий? Ну, то есть, что я ожидал и что я получил, это вообще из разных вселенных, серьезно. Ну, то есть, может, не стоит у корейцев просить делать китайские блюда? Наверное, потому что даже мясо жестковато, нет? Мне показалось. Да тут и соус ни о чем. В общем, вот, курица была вкуснее. Ну, как факт. Баранина, господи, это богично было. Ну, учитывая же это свинина, я бы не сказал, что для свинины очень жестко. То есть, она довольно жующая, если она... Но тут абсолютный провал по соусу. То есть, соус действительно, они используют плюс-минус один и тот же. Реально ощущение, что они в тот соус добавили просто какой-то сиропчик, типа немножко. Но при этом, если бы они добавили туда еще уксуса, это блюдо сразу бы... Ну, вот, давай, кстати, попросим у них уксуса. Сейчас я попрошу. Короче, если вот немножко добавить уксуса... Мы... Да, оставьте, все, мы потом попросим, может быть, что-то соберем. Ладно, можно с собой же взять? Да. Все. Отлично. Вот оно с уксусом должно быть реально вкуснее. Ой, из жижи стало, прям аж глаз радует. А то было так застывше. Да. Ну, мы еще пор болтали, конечно. Так, все равно уксус не капнуло, ну ладно. Ну, знаешь, вкус изменился. Вкус изменился, но, блин, нет. То есть, тут надо и сахара еще добавлять. Я что-то такое ела, блин. Ну, ладно. У тебя мозг пытается исключить это из твоей жизни. Чтобы ты не вспоминала. Ну, я разочарована. Блюдо ни о чем. Я оставлю двойку. Два с минусом. Для меня наравне с пумпоками этими ее. Как они, тик-токи? Ток-поки, ток-поки. Ладно, слушай, все, хватит. У нас уже какое-то скандальное видео получается. Давай пробовать какую-нибудь вкусную еду. У нас баклажаны еще остались. Баклажаны, да. Из еды. Но тоже внешне не впечатляет ваше. И десерт. Да, десерт. Ждем с нетерпением. По весу явно уж хорошо. То есть 200 граммов, 320 рублей. Вот эти баклажаны с лучком там. А грибы даже, шампики смотрят. Ого. Ну, это не шампики, а как которые темные шампики. Шиитаки. Шиитаки. Ну, тоже чисто такой вот а-ля Китай. Довольно, довольно аппетитно выглядит. Я не думаю, что это впечатлит, честно. Потому что даже соуса никакого нет. Ну, вот это вот гораздо лучше, чем... Ну, знаешь, меня впечатлило. Гораздо лучше. То есть тут вот прям душевно. Тут знаешь на что? Похоже. Очень вкусно. Идеологически это блюдо похоже на первое. На лапшу. Угу. Ну, имеется в виду, что такой же вот какой там... Да, да, да. Легкий соус там. Вот это вкусно. Если сравнивать с китайской кухней, все-таки, то я, конечно, сторонник китайской кухни. Не хватает здесь яркости. Вот как ты правильно применила слово, оно все такое довольно сдержанное. Сдержанное, нейтральное, но при... Не, не сказать, что невкусное. То есть это не невкусно. Это вкусно практически все. Ну, кроме, пожалуй, свинины, действительно. Да. Даже токпоке, окей, с фишечкой я, скорее, наверное, больше придираюсь. Но нет яркости. Если бы я выбирал, я бы, конечно, пошел, наверное, опять-таки, в ресторан Лусан китайский. Тебе советую посетить. То есть это будет примерно то же самое у тебя ощущение, но там прям вообще взрыв. Взрыв мозга. Тебе надо попробовать кухню. Надо. О, десерт. Давайте сюда. Спасибо большое. Посмотри, как интересно. Десертик, да. Выглядит сдержанно. Опять-таки. Опять-таки сдержанно. Это вот такой цвет еще тут. Это бобы внутри. Сладкие. А, бобы с бобами. С бобами. С бобами точно. С фасолью же что-то было написано. Типа, да? Честно, не помню. Надо посмотреть. Мы сейчас попробуем. Да. В общем, что касается основных блюд. Вот такое мое мнение, что не хватило в ней яркости. Угу. В этом блюде. Но место интересное. То есть, блин, действительно есть ощущение, что это такое. То, что они едят у себя на родине. И оно вот здесь именно так. То есть, не пытались европеизировать. По-моему, попытка все-таки была. Ну, пампоки твои сделали только обмен острый. И кимчи не острый, кстати. Кимчи, да. Они все остров-то убрали. Вот. На европейского рассчитано. Поэтому, в принципе, если вам интересно, чисто полюбопытствую, что такое за корейская кухня, северокорейская кухня, потому что все-таки, наверное, южнокорейская, она более европеизирована. Да. Вот. То сюда стоит зайти. Это где находится? Рядом с Тацинь Гагаринским и Орджоникидзе. Да. Ну, в общем, найдете. Ресторан называется... Карио. Карио. Да. Если, может быть, ссылку в описании оставим. Угу. Вот. Но у нас остался десерт. Юль. Да. Давай попробуем десерт. Сейчас я попробую брать по воде. Давай к десерту чай нальем. У нас же чай. Да, да, да. Чай зелененький. Опять ты будешь обслуживать? Да. Нашу церемонию? Да. Я пока соевый соус хочу попробовать. Соевый соус. Мне кажется, тоже моя семья реально. Слышишь, нет. Честно, я вообще не пробовала здесь соевый соус. Но они не заморачиваются. То есть они пошли, купили там Кикаман какой-то. Ну, вот. Очень соленый и ненасыщенный. Ни о чем. Вот я любитель чая. Должна оценить. Ой, вообще вопрос. Нет, шик. Вообще восхитительно. Он еще и настоялся за все это время. Да. Опять-таки пойдешь в китайский реставрент, тебе за эти же деньги дадут не столько, а литр. Угу. Будь праващим. Ну, там он вкуснее. Ну, может, такой же по вкусу. Вот все-таки азиаты, они разбираются в чае. Давай посмотрим, что такое за... Даже я сорвался, как объяснить это. С бобами, короче. Десерт с бобами. Ты переживаешь, легально это или нет? Она не сладкая. Это не пудра. Не сладкая. Как не сладкая? Вот эта штука, это, по-моему, не пудра. Да, это должна быть пудра. Это мука как будто. А, это мука. Прикольно. Херня, как это, по-моему, как это мука. А нам нож даже не дали. Как нам попробовать? Давай разорвем. Давай. Давай. Потому что я... Она не теряется. О, посмотри. Вот, это вот паста бобовая, сладкая. Бобовая, сладкая паста. Что за... Оль, беляжки. Это, наверное, что-то типа моти. Чего? Японские тоже вкусности, сладости. Ой, я попробовал, кстати. Вкусно? Блин, довольно, да. Честно, не ела такое. Давай попробуем. Забирай свою, а я вот эту. Давай. Беляжка. Ну, что, давай. Пробуем, давай, да, чёпнемся. Слушай, ну, тесто сырое, это, блин, мне кажется. Ну, да, так и есть. Прям сырое тесто? Да, да. Это нормально? Да, это нормально. Не нормально. Ну, знаешь. По-моему, здесь мы с тобой сойдемся. Да. Что-то ненормально все-таки. Ну, честно, сырое, на самом деле. Не будем придираться. Чуть-чуть оно, похоже, пропаренное. Чтобы уж не умереть. Я успешно доживал. Я не стал есть, но мне не понравилось абсолютно. Ну, то есть, вообще не понравилось. Вот тоже, Даня, о чём вообще? Вот внутри вот эта вот штука. Паста бобовая, прикольно, необычно. Да, вот это вкусно. Её можно, знаете, представить, вот как-нибудь вот, типа, наш классический, там, дрожжевой, не знаю, пирог или рулет. Вот если вы туда добавите, будет отлично. На удивление, из чего? Из бобов, из фасоли они делают. Вот эту штучку. Бобовая. Да, очень похоже на какой-то такой плотный, плотный даже джем с орехами, знаешь, такой перемешанный, типа, как-то ореховый вкус такой. С языка прям снял. Вот тебе то же самое хотел сказать. Вот этот рулет у меня ореховый в голове, вот внутри ореховая такая начинка, вот то же самое. И вот не переслащено. Хотя вот в этом случае с этим тестом я бы туда стойко сахара добавила, чтобы съесть это можно было. И я бы убился, прежде чем это тесто, вообще добавлять десерты, если честно. Ну, в общем, вообще нет. Прямо это, наверное, единица за сегодня. Я бы минус пять сказала, на самом деле. Не покупать, не пробовать вообще. Ну, ты же, у нас какая гармония, да, Петюля, мы с тобой сошлись хоть в чём-то сейчас. Нет, у нас ещё, да. Например, с чаем. В общем, Юль, место реально интересное. То есть сам факт, что ты его где-то нашла, а как ты его нашла вообще? Ты же где-то бишь случайно? Ну, это было не случайно. Случайно я оказалась в Гагаринском. И я просто такой любитель Кореи. И находясь в Гагаринском, я решила загуглить просто в этот же момент, как-то я не знаю, как это получилось, попробовать корейскую кухню. А потом хоп, это вообще рядом. Прикольно. Пошла, поела, мне понравилось, было реально круто. Заказывала я вот этот вот плов и так поки. Плов хорош, как поки. Ладно, не обсуждай. Так. И так ты здесь оказалась? И так я здесь оказалась. В том году. А, ну то есть не так давно. Да. И ты несколько раз уже сюда семью даже водила, да? Водила я сюда семью двора. Ну, один раз просто с мамой ходила, а один раз чисто семья была у нас тут. Ну, вот если замуж хочешь, не веди сюда мужика, короче. Не поведу. Не покупай ему десерты. Вот десерт, я вообще разочарована. Слушай, ну по факту на самом деле место интересное. То есть не сказать, что оно вкусное, но оно интересное. То есть вот у меня складывается такое впечатление, что сюда зайти, чисто попробовать, окунуться, попробовать вот в этот вот КНДРский... Менталитет. Я хотел сказать, корейский гастрономический коммунизм, вот так вот я бы сказал. Хорошо сказал. Потому что действительно, вот, типа как должно быть, все, ничего, никуда. За китайцами не повторяем, за южными корейцами не повторяем. У нас все свое, но при этом кое-что теряет, конечно, на вкусах. Вкусно. Вот. В общем, решайте сами, думайте сами, решайте сами. Юля, спасибо огромное, спасибо тебе большое. Я очень рад с тобой познакомиться. Я тоже. Ссылка на милую Юлию в описании, на инстаграм. Подписывайтесь, пишите ей только хорошие комментарии. Но мы увидимся в новых выпусках, наверное. Да. Может, даже и с тобой ты еще что-то про какое-то вкусное место говорила. Про необычное место, скорее. Про необычное место она говорила, поэтому не исключено, что Юля еще раз будет на канале, если захочет, конечно. Конечно, захочу. Уже захотела. Уже захотела. Ладно, всем спасибо, всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok